Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Открытое письмо у полномочного ВДАС при господине Заре Сананяну. Комитет Конгресса США утвердила резолюцию о признании геноцида армян. Начался рабочий визит главы МИД Арсаха Маси Самуиля на США. Посол Израиля. Эрдоган превратил Турцию в региональный центр терроризма. В ДРС Зоре открыли понтонный мост через Ефрат. Генерал из Арчеша, идущий в Берлин на Вер Сафарян. Уполномоченный Республики Армении по диаспоре Заре Синанян. Я не знаю великой Армении и стратегическая цель признания жить на родине как армянин. Признание это тактический шаг, среди множества шагов, которые мы предпримем как нация. Это скорее вопрос национальной безопасности. Единственная организация, которая может осуществлять тактику и политику, это Республика Армения. Это должно быть государство. Что касается Турции, я вас уверяю, что в будущем это будет с Арменией, а не с диаспорой. Мы говорим, что диаспора хочет бороться за Западную Армению, но как эта борьба должна продолжаться? Как диаспора собирается вернуть Западную Армению? Если вы можете ответить мне на этот вопрос, я буду рад услышать данный ответ. Но есть государство Армения, которое имеет все институты и проводит внешнюю политику. Это гораздо более мощный инструмент. Андроник Казбарян. Правда, мы потеряли Западную Армению, сегодня у нас Армения и Арцах, как наша родина. Кто может сделать лучше для нашей потерянной Армении, чем диаспора, которая исходит из Западной Армении? Мы не хотим говорить об Армении в прошлом, как мы говорим о Западной Армении. В соответствии с резолюцией 260 принятой Генассамблеи Организации Объединенных Наций 9 декабря 1948 года, конвенция о геноциде вступила в Сирию 12 января 1951 года, соблюдая положение ст. 13. И в соответствии со ст. 11 Декларации независимости Республики Армения, Республика Армения поддержит дело международного признания геноцида против армян в 1915 году в Османской Турции и Западной Армении. И согласно Декларации ООН о правах коренных народов от 13 сентября 2007 года, за которые проголосовали 143 государства, включая Республику Армения, коренные армянские народы Западной Армении и Киликии были подвергнуты геноциду. Это одобрено в соответствии с тремя пунктами Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказания. Республика Западная Армения может требовать компенсацию от турецкого правительства, поскольку согласно международному праву границы государства Армении устанавливаются положениями Севского договора 1920 года и с арбитражным решением Выдра Вылисона, которое поддержали союзные державы, которые должны были организовать права армянского народа в Западной Армении. Согласно международному праву, только потомки коренного армянского населения Западной Армении, Киликии и пережившие геноцид могут претендовать на компенсацию. Геноцид был совершен с целью освободить эти земли от коренного армянского населения и завладеть его имуществом и недвижимостью. Поэтому армяне и Западной Армении, организованные в рамках государственного устройства, могут как государство и потомок коренных народов, которые были подвергнуты геноциду и депортированы, предъявить свои земельные претензии Турции и международным трибуналам. Нужно также принять во внимание наших армянских сестер и братьев изламизированных или других вероисповеданий. Как дети коренных народов мы можем поднять этот вопрос как международную проблему прав человека, чего не может сделать сегодняшняя республика Армении, потому что это может рассматриваться как нарушение международных границ, как это было с арцахской проблемой. Арцах является лучшим примером прав коренных народов на самоопределение. То же самое можно использовать для изгнанного армянского народа из Западной Армении. Национальное собрание Западной Армении. Уставный комитет Палаты представителей США одобрил резолюцию о признании геноцида армян и направил ее в Палату для обсуждения и голосования. Об этом сообщает микроблок Твиттер Армянского национального комитета Америки. Ожидается, что Палата представителей США 29 октября обсудит и проголосует за резолюцию о признании геноцида против армян. Начался рабочий визит в столицу Соединенных Штатов Америки, Вашингтон, делегации Республики Арцах, возглавляемой министром иностранных дел Масисом Майляном. В составе делегации заместитель председателя комиссии по внешним отношениям Национального собрания Республики Давид Милкумян. Как сообщает Армен Пресс, в рамках визита Масис Майлян в качестве основного докладчика выступит в Конгрессе США на мероприятии, посвященном независимости Республики Арцах. Запланированы также встречи с председателями и членами ключевых комитетов Конгресса США, а также выступления в авторитетных аналитических центрах Вашингтона. Глава МИДС встретится также с представителями армянских диаспорских организаций. Израиль предостерегает от этнической чистки курдов и призывает международное сообщество принять меры и оказать помощь курдскому народу. Об этом заявил посол Израиля в ООН Дэнни Данман, критикуя ООН за то, что она сконцентрировалась на Израиле, а в то время как Турция преследует курдов и освобождает террористов исламского государства из сирийских тюрем, передает Аруц Шева. После нашей последней встречи Эрдоган президент Турции вторгся в Северную Сирию и спровоцировал нестабильность в регионе. В течение многих лет Эрдоган дестабилизировал регион через насилие и поддержку террористических организаций. Он тянет Турцию по опасному нео-османскому империалистическому пути. Он несет ответственность за гибель многих невинных людей и перемещение десятков тысяч человек. Его насилие в Сирии также привело к усилению ИГИЛ. В то время как он был занят убийством тех, кто помог защитить мир от угрозы ИГИЛ, он позволил членам ИГИЛ вырваться из тюрьмы и подвергнуть мир будущим атакам. Эрдоган превратил Турцию в региональный центр терроризма. Сирийские военные при помощи российских специалистов соорудили понтонный мост через Ефрат в ДРС Зори на востоке Сирии. Об этом журналистам рассказал советник Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии Иван Полтев. По его словам, понтонный мост через Ефрат появился в ДРС Зори на востоке Сирии. Мост позволит наладить нормальное транспортное сообщение между центральной частью Сирии и восточными провинциями. Ожидается, что он улучшит гуманитарную ситуацию в регионе и будет способствовать развитию промышленности в за Ефрате. Полтев добавил, что переправа позволит правительственной армии оперативнее перебрасывать силу на восток для противодействия разрозненным, остающимся в этом регионе незаконным вооруженным формированиям. Генерал Навер Сафариан был сиротой из Вана, который был спасен в 1915 году. Он внес большой вклад в разыгром нацистской Германии во Второй мировой войне. Находясь на Кавказе, генерал сказал своим солдатам, «Большинство из нас – сироты Западной Армении. Для нас освобождение Берлина должно иметь то же значение, что и Карса, Карина из Рума, Вана и Муша». Май 1945 года. Пал Берлин. Красноармейцы празднуют победу на улицах города. Это было трудное время для Советского Союза с миллионами жертв, погибших в войне, разрушенными до основания деревнями и городами. Эти солдаты практически со всех концов советской страны поют и танцуют на улицах на танках. Конечно, с разнообразием музыки и танцев на разных языках. Слышались также знакомые звуки зурны и дхола. Солдаты Таманской дивизии исполняли танец кучари перед Рейхстагом. Армянскими солдатами руководил генерал-майор Навер Сафарян, сирота из Арчеша, провинции Иван, Западной Армении. Полную статью вы можете прочитать на нашем сайте на армянском и на турецком языках. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Андромик Манукян, Аракель Муша. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром.